всем привет с вами Комар Виталий кто-то там просил по жести вот не притащили хлам кто жести понимает сейчас уже догадывается какой толщины металл кто не догадывается это примерно 0,8 миллиметра толщина металла мне из него надо сделать одно колено притом не просто колено а колено на 103 миллиметра чтобы она залезла на трубу сотку ну естественно к ней на нее же чтобы наложили трубы два куска трубы по одному метру из этого всего сделать надо если так то есть так шов я конечно покажу как на такой металле делать вручную но покажу как говорится частично одну сторонку потому что руки мне неохота отбивать а загинать я буду вот на этом станке основной швы это магнабен 3200 е электромагнитный способен гнуть металл до полутора миллиметров это легкую так что такой металл ему должен быть как-то насрать ему должно быть на этот металл как его согнуть так что будем пробовать значит пытаемся на его выпрямить на нем станком чтобы он более-менее человеческий облик но как-то более-менее вот так видно выглядит более-менее человеческим лицом вот такие им очень и очень много лет они самодельные кованые металл 08 конечно нелегко попробуем простым напомнилось по госту такие ножницы предназначены для того чтобы режуть 08 мешал и Продолжение следует... 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 Ну что ж, вот в теории развертка построена. Вот видно проблески. Надеюсь будет видно хорошо. Это примерно линия реза. Ребята, как делать такие развертки у меня есть на канале в плейлисте Моя мастерская. Дело мастер боится. Заходим на мой канал Комаров Виталий. Ищем этот плейлист. Смотрим, мучимся, голову себе взрываем. И никаких проблем. Так, теперь нам весь этот михель-пихель-вихель нужно вырезать. Виталий. 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 вот эти уголки отрезаем что вы не нам потом не мешали иначе не потом вылезут я вот такая хрень получил из них должно получиться колено так сейчас я вам показываю вот только на этой стороне как сделать фальц на таком толстом металле вручную к янкам вам навряд ли подойдете так что лучше брать молотоком покрупней так отчеркиваем один с одной стороны 1 сантиметр с другой стороны все это гнется также как и на простом металле на простом я имею ввиду тоником берем уголок черта совместили согнули этот краешек и этот краешек теперь я например бью щечками молотка чтобы побыстрее вот так она загибается на один сантиметр под 90 градусов с одной стороны обращаем внимание как цинк отходит цинк шелушится вот видно металл старый-старый совсем старый может быть даже старше меня и делаем так же наклоны вот мы сделали наклон видно да вот теперь берем делаем просечку отступаем например или метров на 12 где-то так от края и делаем удар страны и проходим чуть 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 направляем чтобы у нас ровненький хорошенький был вот вот такой вот такая она заготовочка должна получиться фальцового соединения с этой стороны мы делаем то же самое пока еще раз потому что я больше этого показывать не буду извините ребятами станок есть не как-то не охота париться на станке попроще будет совместили линию уголка с одной стороны другой стороны все по 90 градусов согнули переворачиваем делаем наклон так что те кто пишет что на станке дурак сделать сделай вот так вот ребята вот так вот можно сделать давай стороны 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 как пар 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 вот так вот мы заканчиваем заготовку фальцевого соединения так ну а так мы будем сейчас гнуть вот на этом штампе на станке конечно немножко попроще и по культур не будет как там тебе попасть в камеру вот следующая сторона тут черта и там черта не слышит нету черта ну и вот такая заготовочка выходит без рассказов чтобы у меня поместилось в полминут ребят хочется вам напомнить что чем длиннее труба тем на ней фальцевые соединения заготавливать сложнее имейте ввиду продолжаем так показываю разницу швов вот один шов этот тот который сделан на станке а вот этот шов который сделан сейчас я сделаю на нем небольшие вспомогательные линии чтобы потом не мучиться когда в трубу все это надеюсь вы понимаете что можно пил вручную и всякие проблем объяснять не надо соединять так будет гораздо легче и 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 чтобы будет это прям хорошо сейчас вот такая заготовка так вот я на вальцах скатал еще раз говорю у меня на канале есть видео как сделать такие трубы без танка как это все свернуть заходите на плейлист моя мастерская дело мастер боится и а все это будет это кстати шов который делал полностью так же это все можно он летит в щепки сейчас я вам показывал швом к вам по идее должно быть швом ко мне и вот имеем мы вот такие две тяжелые две заготовки на вторая то что не кругленькая тебя поправиться на вас теперь сбить нашел вот так ребят разбивать из тонкого металла что их толстого это все одно и то же здесь еще здесь шов нужно делать немножко пошире чтобы удобно было сбивать еще такой надеюсь показывать это не надо мучение много собью вот это и начну делать две трубы жарко здесь у меня проведена черта я понять бортовых сначала бортовой снаружи чуть-чуть она приподомается бортовой снаружи а 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 вот так вот оно получается у нас как сказать-то теперь что нам рельс это не нужно убираем эту сторону и бортуем на уголке у меня все все эти видео есть так что смотрите а а а а а а а а а и Вот так отлетает цунг. 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 Так отлетает цунг. Вот так отлетает цунг. 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 Вот. тяжелая конечно так ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА